Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня наша передача «Волейбольное обозрение» посвящена одной волейболистке. Но какой? Галине Корнеевой. Нашей гордости, нашей жемчужинке, которая переходит на тренерскую стезю. Галина Корнеева. Это имя навсегда будет вписано в историю полейского волейбола, в историю мозорского спорта. Сейчас даже трудно представить нашу главную профессиональную волейбольную команду «Жемчужина Полесья» без Гали. Нашей Галюни, как называли подруги по команде, это уникальную спортсменку. Но, к счастью, Корнеева не оставляет волейбол. Она просто меняет свой статус. Теперь она уже не спортсменка Галя Корнеева, а тренер, а родной и любимая с дюшер «Жемчужина Полесья» Галина Константиновна. Я могу сказать, что мой путь в волейболе начался с того, как у меня есть старшая сестра, она занималась волейболом. Она просто периодически брала меня с собой на тренировки. Я тогда, естественно, не понимала, что такое волейбол, как играть, что это за вид спорта. Но так как была всегда активным спортивным ребенком, то пошла уже самостоятельно на тренировки и так и попала, собственно, в детскую спортивную школу. Тут самое время обратиться к воспоминаниям первого тренера Галии Волейболи, Надежды Васильевны Рудаковской, старшего тренера отделения волейбола, специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва Мозорского нефтепрабатывающего завода «Жемчужина Полесья». Пришла в волейбол, можно сказать, что случайно, потому что она занималась плаванием. И так получилось, что у нас на тот момент было отделение волейбола и плавание, и гребли. И нужно было ехать в лагерь, у нас заболела девочка. Нужно было срочно сделать замену. Мы предложили поехать от нашей спортсменной школы «Жемчужина Полесья» просто побыть в спортсменном здравительном лагере «Планета» под Минском. Так получилось, что поехала с нами в лагерь, осталась заниматься и попала в профессиональную команду. Теперь, можно сказать, что уже будет не воспитанница, а уже коллега. Галя, начав заниматься волейболом в 11 лет, завоевала серебряную и бронзовую награды Кубка Республики Беларусь. В сезоне 2014-2015 Корнеева стала чемпионкой страны, а два последующих сезона – обладательницей серебряных наград республиканского перенства. Наверное, это удачная карьера или первый тренер Галли считает иначе? Конечно, довольна. Довольна тем, что она и закончила спортивную школу, довольна тем, что она была в профессиональной команде, довольна тем, что она была и победительницей чемпионата Беларуси, конечно. Теперь, конечно, она, в общем-то, по моим стопам идет, конечно, чувство гордости есть, и тем более в нашу спортивную школу, Женчужина Полесья. Пожелать можно только терпения, потому что с детьми работать сложно, трудно, но всегда придет успех только тому, кто будет работать с старанием. Поэтому терпение, здоровье и, конечно, удача должна присутствовать у каждого тренера. А какие воспоминания у Гарли оставила Надежда Васильевна? Велик ли вклад Рудаковской в последующие успехи Корнеевой на профессиональной арене? Первый мой тренер Рудаковской Надежды Васильевны. Спасибо ей за все, что она меня вложила, за все, чему научила. Она мне дала ту необходимую базу в техническом плане, также в плане физической подготовки. Она действительно любит свое дело и постаралась и на всем девчонкам привить эту любовь по-любову. Галина Корнеева занималась в группе девочек 1993 года рождения. И тогда, казалось, все юные спортсменки достигнут высот профессионального волейбола. Однако годы шли, и волейбол предъявлял к девочкам все более высокие требования, что в итоге оставило в профессиональном спорте только избранных. Вначале, когда мы стали только заниматься волейболом, было много волейболисток. По истечению времени, конечно, некоторые девчонки отсеивались. А до профессионального спорта уже дошли, можно сказать, я, Наташа Дедицкая, с моего возраста, ну, Татьяна Серик еще, она 92-го, правда, она. Что помнит о своих первых волейбольных шагах Галина Корнеева? Что скажет она нам о том времени, когда она с Натальей Дедицкой была привлечена под знаменок главной профессиональной волейбольной команды Мозорского нефтепроводающего завода? Я начала заниматься волейболом, уже образована была главная команда «Жемчужина Полесия». Мы, конечно, посещали с девчонками все игры, болели, переживали за них. И, смотря на игру девчонок, конечно же, мечтали попасть в эту команду. В главной команде нашей постоянно происходила смена тренеров, и в 2008 году пришел на пост главного тренера Дубицкий Виктор Федорович. И он периодически подключал молодых молодежских девчонок к тренировочному процессу с главной командой. Это было очень для нас волнительно, но в то же время очень почетно. И вот в сезоне 2009-2010 года в Минске проходил Кубок Республики Беларусь, и мы с Наташей впервые были привлечены к основной команде. Это были мои, так сказать, первые важные такие соревнования такого уровня. Мы там стали бронзовыми призерами Кубка Республики. Я стояла на одной поляне со Светой Галкиной, тогда была основная связка в команде. Ну и бронза – это такой тоже мой первый важный трофей. Вне всяких сомнений были у Гали особо памятные сезоны. Сезоны, которые особняком стоят в карьере нашей замечательной жемчужинки, одной из самых любимых болельщиками волейболисток – Галины Корнеевой. За все мои семь сезонов у меня было, как бы сказать, два особенных сезона. Это первый 2011-2012 год. Я была основной связкой. То есть мы не заняли никакого места, и был сезон непростой. В принципе, мы играли своими силами, своими мозгерскими девчонками. Но получили много игровой практики, и это был очень ценный для нас опыт. И, конечно, я всегда его вспоминаю, у меня только приятные вспоминания от этого сезона. Еще один важный сезон – это когда мы стали чемпионами Республики Беларусь. Это сезон 2014-2015 годов. Это такой сезон, когда ты долго к чему-то идешь, и вот она наконец-то вроде бы сбывается, даже не верится. Было масса, конечно, эмоций, слезы и счастья. Очень приятные воспоминания. Когда-то Галя была в рядах болельщиков «Жемчужной Полесье». Позже она сама стала объектом поклонения волейбольных курманов. Болельщики – это наша сила. Все не любят наших болельщиков, а мы их любим. Все боятся даже, можно сказать. Это уже часть нашей команды. Спасибо им, что они нас поддерживают. Спасибо, что они с нами в трудную минуту. Мы это очень-очень ценим. Завершив сезон 2016-2017 в качестве волейболистки, Галина решила попробовать свои силы на тренерском поприще. И, конечно же, это сделала она в родной и любимой спортивной школе с дюшер «Жемчужной Полесье». Я могу сказать, что я не ухожу из волейбола. Просто отхожу чуть в сторону. Теперь я буду в этом году пробовать себя на тренерском деятельности. Мне было предложено Владимиром Ивановичем Хавутоцким попробовать себя на тренерском деятельности в нашей школе. Ну, так как сказать, эта школа у меня вырастила, я согласилась. И спасибо, Владимир Иванович, за такую возможность попробовать себя. Последние сезоны в профессиональном волейболе Галина играла под руководством Михаила Михайловича Коваленко, главного тренера «Жемчужной Полесье», который много работал с Корнеевой индивидуально. И, кажется, Михаил Михайлович несколько раздосадован тем, что наша героиня сменила свой волейбольный статус. Галя – это воспитанница мозырского волейбола. Много лет прошла работу с нами, прошла работу в профессиональной команде. Я думаю, что это все поможет ей в дальнейшей работе. Но с моей стороны я, конечно, не хотел бы, чтобы она сразу же бросала карьеру игрока, а переключалась на тренерскую работу. Но это выбор ее, поэтому с моей стороны все ее пожелания, помощь всегда открыт и готов помочь. Что желал бы Михаил Михайлович пожелать Галине как начинающему тренеру? А от каких ошибок, уже умудренный опытом наставник, хотел бы предостеречь свою молодую коллегу? Ну, ошибок избежать, наверное, каждому сложно. На ошибках учатся. Ну, хотелось бы пожелать, наверное, трудолюбия и терпения, потому что в детском волейболе терпение многое решает. Несомненно, Галя будет оказывать помощь ее старшая сестра Юлия Константиновна Корнеева, которая и в спортивной школе, и в профессиональной команде, и на тренерском пути шла первая, а уже вслез за ней младшая сестра Галя. Кто знает, возможно, сестры со временем будут работать в одной команде, в начале детской и юношеской, позже профессиональной. Но это будет потом. Пока же обратимся к впечатлениям коллег Галины по «Жемчужне Полесье». Какого они мнения о Корнеевой младшей, как об игроке и о человеке? Наверное, каждая «Жемчужинка» с удовольствием сказала бы о Гале пару слов, но мы выбрали трех девчонок, которых Корнеева с полным основанием может назвать близкими подругами. Одна из них – Дарья Аврамчик, с которой Корнеева делила гостиничный номер на гостевых матчах в сезоне 2016-2017. Ну да, я с Галькой прожила год. Общались мы с ней намного больше, конечно, но удалось пожить только год вместе. И я могу сказать, что Галька – это очень добрый, открытый человек, который всегда поможет, всегда выслушает. Я думаю, что данные качества помогут в дальнейшем, в дальнейшей ее карьере. На взгляд Дарьи, есть ли задатки тренера у Галины Корнеевой? Справится ли она со всеми трудностями, которые возникают на тернистом пути волейбольного тренера? Ну, я думаю, задатки, конечно, у нее есть. Главное – стараться и стремиться, и тогда у нее все получится. Главное – терпение. Вне всяких сомнений и сама Дарья Аврамчик будет помогать своей подруге на тренировках, если на то будет нужда. Очень приятно, что Галина оставляет о себе только светлые, радостные воспоминания, впечатления. Да, конечно, я в дальнейшем буду обязательно поддерживать мою Гальку. И, Галька, я желаю тебе удачи. Одной из самых близких Гали-волейболисток и в спортивной школе, и в профессиональной команде была и есть Яна Мацак. Всегда заботливая, внимательная девушка, готовая и на площадке в жизни закрыть собой самую опасную зону. И, конечно, Галя всегда могла и может надеяться на свою надежную подругу, на ее силы, время и талант. С Галочкой мы прошли очень долгий путь. Мы были подругами всегда, как и на площадке, так и за площадкой. Проводили очень много времени вместе, жили какое-то время вместе на сборах, на соревнованиях. Мне этого человечка будет очень не хватать. Она мне очень близкий, дорогой, родной человек стала за все эти года. Яна и сама при желании, окончив карьеру игрока, может стать хорошим тренером. Задатки для этого у Мацаки имеются. Но вот чувствует ли Яна, что Галина справится с непростым тренерским ремеслом? Что получится у Корнеевой воспитывать волейболиста к высокому уровню? Конечно, я уверена, я за Галочку буду болеть всеми руками и ногами. Я знаю, что у нее все получится. Она очень хорошо общается с детьми, ладит с маленькими. Она будет прекрасный тренер. Я знаю, что все в ее руках, она все сделает, как надо. Вряд ли найдется хоть один человек, кто скажет о Гале, хоть одно дурное слово. Наша героиня влюбляет в себя каждого, кто с ней знаком. Влюбляет в своей искренностью, непосредственностью, оригинальностью мышления. Хотя, как мы узнаем из следующего интервью, Корнеева оберегает свой внутренний мир, свои сокровенные тайны. Галка Корнеева очень светлый человечек, приятно общаться, всегда поможет в трудную минуту. Можно обратиться к ней, поговорить на любые вопросы. Но в то же время она такая интересная личность. Не каждому она откроет свои тайны сокровенные. Выслушает каждого, а вот о себе ничего не расскажет. А что Оксана думает о Гале как о тренере? О ее возможностях, перспективах? Конечно, я думаю, что Галка наступает на новый путь в своей жизни. Может быть, на самом деле это ее призвание, потому что деток она любит. Я думаю, что она сможет научить их чему-то лучшему, еще чтобы они были лучше, чем она. Ну и как обойтись без пожеланий признания со стороны подруг в жизни коллег по этой прекрасной игре волейбола? Галка, я тебя люблю! Впереди у Гали непростой, но такой интересный и благородный путь тренера. Вначале тренера детского, затем наставника молодых волейболисток. После, если все будет складываться удачно, работа в профессиональных, возможно, даже сборных командах. Но, как бы то ни было, трудно сказать сейчас, каких высот достигнет Галя в плане завоевания трофеев со своими подопечными. Одно можно сказать точно. Корнеева будет воспитывать хороших, добрых, внимательных людей, какой она является сама, наша удивительная жемчужинка, неповторимая, всеми любимая Галя, уже Галина Константиновна Корнеева. Что до нашей профессиональной команды, то она, закончив первый этап подготовки дома, это вы видите на своих экранах, начала учебно-тренировочный сбор в украинском Коблево, во время которого ожидаются первые товарищеские матчи, участие в турнире в соседнем Южном. После с 27 по 30 августа наша жемчужина по лесу переезжает на запад Украины в Тернополь. Там ее ждет еще один турнир, а после, к началу осени, подопечная Михаила Михайловича Коваленко вернутся в Мозырь, где продолжат готовиться к чемпионату Республики Беларусь, который по традиции начнется в середине осени. Относительно позднее начало чемпионата октября связано в первую очередь с играми национальной команды Республики Беларусь, которая сейчас проводит свой сбор в Бресте. Напомним, что нашу сборную команду вновь возглавил Петр Иванович Хелько, хорошо известный нам по работе в Брестском прибужье. Помогает ему также, как и год назад, Александр Михайлович Верковский. Готовится наша команда на этот раз к финальному раунду чемпионата Европы. Он с 22 сентября по 1 августа пройдет в Грузии и Азербайджане. Наша команда выступает в группе Б. Игры пройдут в Тбилиси и на ваших экранах календарь игры белорусской сборной в предварительной группе. 22 сентября соперник нашей команды Хорватия. 23 сентября очень сильная команда Италия и Беларусь-Грузия встреча с командой хозяев 24 сентября. Всех групп на чемпионате Европы 4 и первая команда после предварительного раунда сразу выходит в четвертьфинал. Команды, занявшие 2-3 места будут оспаривать это право в первом раунде плей-офф. Команда, занявшая в группе на предварительном этапе 4 место завершает свое выступление на чемпионате Европы. Белорусская сборная имеет отличные шансы после предварительной стадии продолжить борьбу за медали главного континентального турнира года. И будем надеяться, что сделает она это при помощи, во-первых, воспитанницы с дюшоржем Чужнополесия Татьяны Серик, а во-вторых, при помощи волейболиста, который в разные годы защищали цвета профессиональной команды Мозорского нефтепроводящего завода. Это Дарья Володько, которая еще недавно была нам известна как Ионова, Анна Калиновская-Гюнгер и Татьяна Маркевич. Через неделю сборная команда отправляется на сбор в Польшу. После подготовки игр дамы вновь вернутся в родную Беларусь, проведут сбор в Раубичах. Затем несколько дней в Азербайджане, там тренинг будет перемежаться с товарищескими играми и уже старт чемпионата Европы, за которым мы будем пристально следить. По традиции, в конце осени начинает свой новый сезон на этот раз 2017-2018 и воспитанница отделения волейбола с дюшоржем Чужнополесия. Учащиеся специального спортивного класса средней школы номер 16, которые еще летом примут участие в турнире «Готовится дома». Речь идет о волейболе классическом пляжной игры позади. И в нашей следующей передаче вы, уважаемые телезрители, узнаете подробнее, как провели свой небольшой отпуск нашей юной Надежды «Жемчужного волейбола», а также убедиться в том, что новый сезон подопечной Надежды Васильевны Рудаковской начинается с еще более высоким настроем, чем это было в сезоне прошедшем. Старшие девочки специального спортивного класса средней школы номер 14 вместе со своим тренером Петром Владимировичем Прохимчиком составили компанию главной профессиональной команды на сборе Коблина. А Владимир Николаевич Коноплищ отправился в Гронинскую область. Там идет подготовку специальный спортивный класс средней школы номер 11. И, наконец, в Витебской области с будущими шестиклассницами средней школы номер 14 Юлия Константиновна Корнеева. Часть сестра Галина, как мы уже знаем, влилась в дружную и крепкую тренерскую волейбольную семью с дюшер Мозорского нефтеперабатывающего завода «Жемчужна Полисия». Ну что ж, дорогие друзья, пожелаем успехов Галине Корнеевой. Надеемся, что она будет хорошим тренером. А на сегодня это все. С вами было «Волейбольное обозрение», «Жемчужна Полисия», Евгений Монрахович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова